Здравствуйте! На телеканале Вектор программа для самых маленьких телезрителей. Меня зовут Артём Маланин, а значит, я в эфире «Мир глазами детей». Сегодня, как всегда, будет много интересного, так что не переключайтесь. Мы с вами побываем в детских садах «Сказка», «Радость», «Теремок», поговорим о разных профессиях, узнаем, почему на Ямале холодно и посмотрим зажигательный танец снеговиков. Оставайтесь в моей компании. Скучно точно не будет. А вы знали, что профессию по душе можно так и не найти за всю жизнь? А можно все про себя понять еще и до школы. Я вот еще не решил, кем буду – ведущим, журналистом или, может быть, нефтяником, но точно знаю, что нужно стараться хорошо учиться в школе, делать уроки, зубрить правила, а потом обязательно попытаться поступить в университет или колледж. Без образования будет сложнее найти работу. Интересно, а ребята детского сада «Сказка» кем хотят стать, когда вырастут? Отправляемся на опрос. Я хочу стать дизайнером, потому что дизайнер, он делает все красиво и умеет шить. И я хочу стать дизайнером, потому что я очень хорошо рисую и придумываю какие-то идеи. Я сначала пойду на работу куда-то и буду шить, что говорят, а потом открою свой магазин одежды. Я хочу быть инженером Лего. Когда я буду взрослым, тоже буду все равно его собирать. Когда вырасту, я работаю по литературе в управлении. Я буду подписывать бумажки и управлять людьми. Акробатом. Акробат бегает, прыгает, и он гибкий очень. Хочу стать ветеринаром, потому что ветеринары помогают зверушкам, лечат их, чтобы они не болели, чтобы продлевать им жизнь. Я хочу стать инженером-конструктором. Почему? Потому что я люблю что-то конструктировать. Как ты думаешь, это хорошая профессия? Да. Там собираешь какие-то модели, потом по твоим моделям все собирают. Когда я вырасту, я хочу быть зубным, потому что там очень интересно. Я хочу помогать человекам, у которых болят зубы. Взрослые говорят, что у ребенка уже в 3-4 года начинает формироваться любовь к труду. Родители подмечают, чем любит заниматься их малыш, и записывают его в разные секции. У меня много знакомых, которые посещают 3, а то и больше, кружков еженедельно. Занимаются спортом или рисованием, учат английский, а малыши, с которыми мы сейчас познакомимся, занимаются танцами. Сначала возьмем интервью у одного из танцоров, а потом посмотрим творческий номер. Меня зовут Коля. Я хочу в садик «Сказка». Я люблю заниматься легом, пазлами и танцевать. Снеговик Я хочу в садик «Сказке» Я хочу в садик «Сказке» Я хочу в садик «Сказке» Какой номер у ребят зажигательный, а костюмы какие интересные, прямо настоящие снеговики, нос морковка, на голове ведро. А вы этой зимой слепили хоть одного снеговика? Что касается меня, то я пару раз с друзьями пытался его сделать, но у нас ничего не получалось. Как я потом узнал, чтобы снеговик лепился, нужна определенная температура и влажность воздуха. Не мороз лютый, а где-то до минус 3 градусов. Интересно, и долго ли нам ждать такую погоду? Кстати, у Юры тоже есть вопрос про нашу ямарскую погоду. Давайте его сейчас послушаем, а потом, как всегда, ответ будет. Меня зовут Юра, и я хочу спросить, почему у нас так холодно в городе? Девочки и мальчики, мы с вами живем на Ямале. И здесь зимой бывает очень холодно. То мороз трескучий, то ветер колючий. Наверняка вам уже давно рассказывали, что Земля похожа на шар. И вы уже не один раз видели глобус, уменьшенную копию нашей планеты. Так вот, наш с вами город, в котором мы находимся, практически на его верхушке. А еще вы знаете, что наша Земля вращается вокруг Солнца. От этого и происходит смена времен года. И когда мы дальше всего от Солнца, у нас наступает зима. А холодно тут от того, что лучи Солнца светят на Землю не прямо, а под углом. И поэтому практически не прогревают воздух. Они проходят как бы вскользь. Ребята, если у вас тоже есть интересные вопросы, мы обязательно постараемся на них ответить. Расскажите о своем желании воспитателям или учителям. Они позвонят нам в редакцию, и к вам в гости приедут корреспонденты нашего канала. Напоминаю, расписание и выхода программы «Мир глазами детей» можно посмотреть в программе передач на сайте Vector.defeastv.ru А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин